Приветствую вас! Прочитал ваш вопрос. В нем есть три стороны. Страна бабушки, страна дочки, кстати, сколько лет мне написали. Очень важно это было бы. И страна вас. И вот парадокс в том, что три стороны искать меня права. Бабушка права в том, что она делает. Дочка в ее позиции, в общем-то, тоже права. Правда, здесь небольшая оговорка, что дочка, как и любой ребенок, это результат вашего воспитания. И вполне вероятно, что определенные аспекты повлияли на нее таким образом, как и именно, скажем, очень поздно. То есть, вот есть три стороны. Три стороны, скажем так, конфликта. Вот что делать? Что делать с этими, например, тремя сторонами конфликта? Попробовать сначала каждой стране определить свои границы, свои, так сказать, пределы, если угодно. Возможные свои пределы, значит, возможного для того, чтобы, ну, как-то вот, все это консолидировать. А то получается так, что каждый тянет одеяло на себя, а в итоге страдает по-большому счету дочь у вас. То есть, знаете, вы с бабочкой, условно говоря, находитесь в определенном конфликте, да, бабочка через дочь вашу реализует какие-то моменты. Вот. А ребенок, собственно говоря, страдает. Поэтому данный аспект, я вот не думаю, что является хорошим и правильным. Поэтому давайте попробуем разобраться совсем подробно. Значит, первая сторона – это сторона бабочки. Бабочке нужно понять, что ее дети, то есть кто-то из вас выросли, выросли и, собственно, больше не заметают. А энергия, желание заботиться, есть, и, собственно, эта вот энергия, чьи желание заботиться, они дают покоя бабочке и, собственно, долгают ее на то, чтобы вот она как-то реализовывала эту самую энергию. Вот в контексте, в контексте как раз нашей дочери. И здесь нужно сказать лишь то, что бабочка, она действительно не поменяется никак. При всем ее желании, она даже если бы закатела, не смогла, потому что сердце будет болеть у старого человека. Я сейчас ни в коем случае ее не вещаю, бабочку, я прекрасно понимаю вас. Вот, но и вы старайтесь тоже понять, что бабочка, она довольно простая в этом контексте. И, соответственно, для нее тяжело отказать ребенку, просто потому что она, как бы ей за самой, вот ей за самой, да, ей ничего не надо. Да. И живет она только ради дочки. Покупает она ее все только ради дочки. Покупает она все, именно ей. Ей за самой ничего не надо. Она таким образом покупирует свои страсти. Вы это старайтесь понять в первую очередь, что касается бабочки. Потому что бабочки разговаривать смысла вообще никакого нет. Потратить все время, нервы и не более того. Далее, традиции дочери. В связи с дочерью все немного сложнее. О том, что дочь она явно уже вот прямо знает, что ей нужно знать, чего она хочет. И, определенно, если вот у нее некое такое желание, значит, именно вот что-то, чтобы ей что-то купили. То есть это, я бы сказал, не совсем нормально. То, что вот у нее есть, потому что, если ребенок вот хочет, чтобы ей что-то купили, просто чтобы купили, то это некие психологические проблемы у нее, в частности, связанные с сомнениями, например, в том, что ее любят, например. Но я с сомнениями в том, что она любима, что для нее, ну, ради нее на все готовы и так далее. То есть я понимаю, что вы что-то можете делаете, но, тем не менее, вот такая проблема у ребенка. Это проблема вашего воспитания, на самом деле проблема того, как вы ее воспитывали, в каких ценностях вы это делали, в каких моральных нормах. Вот почему девочка не знает слово «нет», почему девочка не знает такого понятия, как «немогное и так далее», все это нужно разбирать. Но, скорее всего, связано это с тем, что вы довольно часто не могли. Вот почему-то мне так показалось. У вас в тексте даже довольно много есть вот этих вот фраз, что вы не монете. И мы постоянно, наверное, ребенку говорили, что «не могу, не могу, не могу, не можем, не можем, не можем». И в итоге это уже так сильно ребенку приятно, что он, может быть, даже не верит, не верит вам. То есть не верит и постоянно есть ощущение неудовлетворенности. Здесь надо разбираться с самого раннего детства ваше отношение с ней, с дочерью. Как они складывались, что в них было, когда она начала себя вот так вести и так далее. Это вот очень важный момент. Далее. Далее ситуация такова. Переходим к самому главному, к вашей модели поведения. Ну, во-первых, значит, что бросается в глаза сразу, это то, что вы практически не разделяете себя и своего мужа. То есть вы говорите «мы», то так единое слово. Вот с точки зрения ваших отношений, это может быть здорово, но с точки зрения взаимоотношений с ребенком это не есть хорошо. Потому что ребенок всегда видит матрица и кто-то из них более стройный, кто-то из них более, так сказать, демократичен по отношению к ней, к ребенку то есть. И вот то, что у вас вот такая вот позиция, что «мы», 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 как бы это, создается мне такое вот инструктивное снятие ответственности из себя за то, что происходит. Значит, первое, что хочу вам сказать, это то, что вы слишком много не можете. Вот на примере сапог, например, на примере того, что ребенок хочет, например, бегать по лыжам, простите, а вы не говорите «нет, мы купим тебе эти сапоги завтра, когда, в принципе, уже действительно будет им не нужно». То есть, знаете, важно, чтобы родители все-таки могли дать ребенку то же, что ему нужно в данный момент и понимали, что очень много, вот очень много в детстве, в детстве вообще, завязано на сиюминутах. То есть, вот, ребенку нужно что-то получить. Сейчас, когда она говорит, например, что вот, я там, допустим, хочу вот сейчас, например, там, на лузе, попрыгать по лузам, да, побегать по лузам. Вы понимаете, что сапоги вы купите так или иначе ей в разделанной бенгах. Вы понимаете, что вы сделаете это, ну, в любом случае. Вы сделаете это сейчас. Порадуйте ребенку, чтобы она увидела, что вы действительно хотите для нее это сделать. Когда вы говорите, что у вас нет денег, это я понимал, когда вы говорите, что у вас нет денег. Но когда вы говорите, что мы купим завтра то, что нужно, в общем-то, сейчас, это вот такая, знаете, излишняя рефинированность, которая ребенком, в принципе, не может как-то осознаваться просто в силу его возраста. Вот я хотел бы, чтобы вы разграничивали этот момент. То есть иногда ребенку нужно, нужно, чтобы вы дали ему то, что ему нужно здесь и сейчас. Потом будет поздно, а это неудовлетворенность, неудовлетворенность-то там, нереализованное желание, нереализованное обида, которая может повлиять потом в дальнейшем на жизнь, значит, человека в целом. Вот понимаете, какая тонкость? Когда вы говорите, что у вас нет денег, это можно понять. Это нормально. Но когда вы говорите, что мы купим-купим тебе, но завтра это излишне взрослый, излишне рациональный подход. Если вы собирались купить, то купите. Далее вы говорите, значит, вот есть сапоги, да, мне не нравятся эти сапоги, значит, хочу там сапоги вот эти вот, да, три, значит, тысячи. Мне нравятся те сапоги, которые за две, хочу те, которые за три. Вы говорите, естественно, покупаем те сапоги, которые за две. Вы прямо говорите, что естественно. А почему? Почему естественно? Поставьте себя на место своей дочери. Поставьте себя. Вам не нравятся сапоги, и вам их покупают только потому, что они дешевле. Что ребенок думает? Ребенок думает, что на нем экономят. Ребенок думает, что его не любят. Ребенок думает, что он не на первом месте. Ребенок думает, что он не нужен. И объяснить ему по факту, что это не так, ну, будет довольно сложно. Потому что у него, как бы, есть аргументы. Именно в кондиксе того, что мне не нравятся эти сапоги. Но если вы собираетесь купить ей какие-то собаки, и у вас не хватает тысячи рублей на них, ну, вы подождите немножко, и покупаете, и скажете, вот мы, значит, сейчас вот немножко подкупим, да, или там деньги появятся, обязательно купим. И важно, чтобы ребенок увидел, что если вы пообещали, то вы это сделали. У меня такое ощущение, что, ну, складывалось такое чувство, что ребенок вам элементарно не доверяет. Вот почему-то мне так показалось, что ребенок вам не доверяет вообще. У нас не верит, что вы есть что-то сделаете. У нас вполне возможно, что вы такие что-то, когда вы обещали, и не делали. Ну, и нет ничего удивительного в том-то обращаться к бабушке. Ребенку важно понять, что если вы сказали что-то купить, то вы купите. И если вы сказали, что вы не купите, то вы достаточно подробно объясните ей, почему вы этого не сделаете. Вот опять же, у меня есть такое ощущение, что вы не объясняете ей достаточно подробно, я имею ввиду своей дочери, почему вы этого не делаете. Вот почему вы, там, не можете, например, позволить ей, позволить себе купить, там, необходимый одет, например. Или там обувь и так далее. Но нельзя покупать ребенку то, девочке особенно, что ей не нравится. Вы же, сама женщина, вы же знаете, как это для женщин обстоит. То есть вот такая вот поведение. Поведение ответственности за себя. Позиция ответственности за то, что вы делаете. Позиция ответственности. У меня с вами осталось ощущение, что вы, к сожалению, недостаточно ответственно подходите к этому вопросу. И подобная точка зрения, подобная мысль у меня возникла потому, что вас очень много не можем, не можем, не можем, не можем. То, значит, не можем запретить дочери общаться с бабушкой. Вы можете, это ваша дочь. И если бабушка ведет себя недостаточно хорошо, если бабушка, там, ведет себя неправильно, если бабушка вас не хочет. Берете и запрещаете, и все, вы в своем праве находите. И все, значит, не можете. Если вы говорите, например, бабушка, вот объясняете ей, что мы, а только мы покупаем дочери то, что ей нужно. Больше никто. Ты можешь, там, баловать ее только по каким-то мелочам. И если она вас не услышит, то это ее уже большая проблема. Но вы ее предупреждали. И вот это основной момент, понимаете, что вы предупреждали ее. Если она вас не услышала, это ее проблема. Я думаю, что данный аспект вам тоже нужно рассмотреть обязательно. Потому что все получается довольно плачевно. Но при этом, если вы делаете это, то нужно позаботиться о том, чтобы ребенок у вас получил то, что нужно. Он видел, что вы действительно можете ему дать то, что он хочет. Да, не все, но, по крайней мере, стараетесь. Понимаете? Вот это, на мой взгляд, очень важный момент для вас. Вот такая вот мне представляется ситуация. То есть, больше слов «надо», больше слов «мы вправе», больше ответственности за себя, за дочь, за финансы. Более четкие, определенные ценности с вашей стороны. Я имею ввиду, в каком контексте вы хотите воспитать своего ребенка. Больше, больше, больше определенности в этом аспекте. И, как родители, вы вправе делать все, что считаете полезным для своей дочери. Дочери, в том числе, и ограничивать ее общение с бабочкой. Но, при этом, обязательно, к дочери относиться соответственно. Чтобы она чувствовала, видела, знала, что вы все, что можете, и когда можете, вы свое слово держите предельно четко, предельно строго и так далее. Вот только так. И, на мой взгляд, на мой взгляд, если вы не будете придерживаться этой позиции, то ребенку вашему будет довольно тяжело в жизни. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы дополнительно остались, пишите в личку, я вам помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучше. Желаю вам всего самого доброго и удачи! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok